В минувшую пятницу в Алтайском техническом университете побывала большая делегация, в составе которой первый заместитель министра образования и науки Российской Федерации Валентина Переверзева, заместитель руководителя Рособранадзора Наталья Наумова, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин, министр образования и науки Алтайского края Александр Житких. Гости познакомились с работой Центра детского научного и инженерно-технического творчества наследники Ползунова, в котором недавно начались занятия. Руководитель Центра Ольга Андрухова рассказала о планах и перспективах Центра. У нас программа комплексная. Ребята 100% поступают сюда. Нет, у нас был конкурсный отбор, потому что было очень много, около 600 заявлений. А какие у них льготные условия для поступления? Могут быть только такие, что они будут участвовать в Олимпиадах, и если они в Олимпиаде подтвердят свой статус, тогда это будет. Заведующий кафедрой бродильных производств и виноделия Владимир Вагнер рассказал о разработках ученых-виноделов, которые завоевали самые престижные награды на недавнем форуме в городе Сочи. Специалисты нам очень много помогли французы. И в подборе сортов, и в селекции. У нас обучение студентов идет постоянно. Пять лет специалистов всех проводили стажировку. На кафедре технологий продуктов питания, заведует которой Михаил Щетинин, рассказали о подготовке будущих сыроделов, о прохождении производственных практик, о трудоустройстве выпускников. И, конечно же, предложили продегустировать различные сорта козьего сыра, разработанные преподавателями-студентами кафедры. В Алтайском техническом университете прошло торжественное открытие Центра детского научного и технического творчества «Наследники Ползунова». Центр был создан благодаря программе поддержки талантливых детей, которая реализуется фондом Андрея Мельниченко. Это большой поле деятельности для одаренных школьников, которые увлекаются точными науками. Центр создается в рамках программы группы компаний «Еврахим», «СГК», «СУЭК». Это первый центр, который благотворительный фонд Андрея Мельниченко создал в нашей стране. В центре по программам дополнительного образования будут обещаться до 700 детей школ города Барнаула. Это при полном наполнении нашего центра. В этом году произошел набор уже, произведен набор в наш центр. 400 детишек через несколько дней приступят к занятиям в этих прекрасных аудиториях нашего центра. Детей мы будем готовить с пятого класса по физике, по химии, математике. Одновременно будут преподаваться основы технического творчества и инженерной деятельности, и спецпредмет творческого решения изобретательных задач. Созданы группы по подготовке ребят седьмых-одиннадцатых классов к олимпиадам по математике, по физике и химии. Сформирован педагогический коллектив наших преимущественно преподавателей, которые увлечены такой работой, готовы и имеют большое желание дать детям хорошую, основательную, естественно, научную и техническую подготовку. На открытии центра побывали губернатор Алтайского края Александр Карлин, основатель фонда Андрей Мельниченко, руководители и представители фонда, представители органов власти, промышленники. Сегодня наш научно-образовательный комплекс является одним из лучших в Сибири. Мы готовим замечательных специалистов для всех отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края. Отдельные слова благодарности руководству Сибирской генерирующей компании, Мельниченко Андрею Игоревичу, руководителю фонда, который инициировал этот проект. Мы сегодня вместе с вами посмотрим, убедимся в этом. Я хотел бы всем вам пожелать, чтобы вы здесь овладевали интересными, нужными, современными знаниями, чтобы это помогло вам, ребята, выбрать очень достойную профессию, которая помогла бы реализоваться всем вашим талантам, способностям, чтобы эта профессия вела вас достойно по жизни. Будущие успехи нашего бизнеса и вообще нашей страны в целом зависит от того, будет ли у нас следующее поколение достойно того и способно вести сложную деятельность. Не случайно, наверное, открыли у нас этот центр. Почему? Потому что вот та работа, которая велась, это участие по поддержке наших молодых талантов, это участие во всевозможных конференциях, конкурсах, шаг в будущее, ползуновская олимпиада и фестиваль науки. Мы всегда ощущаем поддержку наших партнеров. В Алтайском техническом университете с рабочим визитом побывала делегация Ховцкого государственного университета, Монголия. У двух вузов давние прочные отношения. В течение нескольких лет здесь действует договор о сотрудничестве в различных сферах деятельности. В образовательной, научной реализуются совместные проекты, осуществляется обмен преподавателями и студентами. На сегодняшний день в стенах университета обучается 17 студентов из Монголии. Они получают очень нужную для страны профессию – специалистов в области архитектуры и дизайна. На встрече решался вопрос о прохождении стажировок монгольских преподавателей в АлтГТУ, а также повышение их квалификации. Несколько лет назад в университете был успешно реализован проект, направленный на борьбу с опустыниванием земель Западной Монголии. Ученые АлтГТУ готовы продолжить такую работу. Также гостей из Монголии интересовали вопросы, связанные с подготовкой специалистов в области электроэнергетики, строительства, архитектуры и дизайна. В Алтайском техническом университете побывала делегация Варшавского университета и Всепольского общества сотрудничества Польша-Восток. На встрече было отмечено, что в течение уже нескольких лет успешно развивается сотрудничество АлтГТУ с вузами Польши. Достаточно сказать, что АлтГТУ сотрудничает с университетом имени Николая Коперника из города Торунь, Чинстаховским политехническим университетом, университетом имени Яна Кахановского. Подготовлены и реализованы совместные научные проекты. Проректор по стратегическому развитию и международной деятельности АлтГТУ Евгений Зрюмов предложил проводить совместную языковую подготовку студентов. Тем более, что в вузе существуют хорошие наработки в области лингвистики, сформировано филологическое направление подготовки для иностранных студентов. Представитель Варшавского университета Патрицию Спыток заинтересовало сотрудничество в сфере технического перевода. На встрече также было отмечено, что уже сделаны хорошие заделы в реализации программ технического направления, в частности в области развития сельхозмашиностроения. Эта работа также будет продолжаться. На кафедре технологий машиностроения группа ученых и изобретателей сконструировала прибор, не уступающий швейцарскому аналогу. Необходимость его создания заключалась в том, что по стоимости швейцарский динамометр, а речь идет именно о нем, очень дорог, порядка 6 миллионов рублей. А в процессе обучения студентов, аспирантов, проведения научных исследований, без него просто не обойтись. Были приобретены корейские датчики, были сделаны необходимые детали совместно с предприятием «Ротор». Написано, что в собственном программном обеспечении был использован отечественный измерительный комплекс. В итоге все это собрано в систему, которая позволяет измерять силу резания. На основе измерения сил резания можно принять решение о том, как необходимо скорректировать процесс механической обработки, как изменить режим резания для того, чтобы обеспечить требуемое качество изделий. На сегодняшний день уже получен патент на модель многокомпонентный динамометр. Разработанный нами динамометр применяется в адаптивной системе. Эта адаптивная система позволяет обрабатывать детали сложной формы, а также прецизионные изделия. Данные, получаемые о силах резания с динамометра, обрабатываются с помощью измерительного комплекса. Измерительный комплекс принимает решение на основе полученных данных, как скорректировать режим резания для того, чтобы обеспечить требуемое качество изделий. Динамометр можно использовать на предприятиях точного машиностроения, авиастроения, космической и медицинской отрасли. В рамках празднования Дня города в Барнауле прошла всероссийская акция «Парад российского студенчества», а главное – посвящение первокурсников в ряды студентов. Традиции ее проведения уходят в 2002 год, а в Барнауле она проводилась впервые. Алтайский технический университет стал основным организатором этого грандиозного мероприятия. Накануне этого события в Политехе прошло заседание, на котором были определены основные площадки и озвучена их работа. Во время проведения в парад влились курсанты военной кафедры в БТУ, представители студенческих отрядов вузов и, конечно же, первокурсники всех институтов и факультетов, а также иностранные студенты, обучающиеся в БТУ. К ребятам присоединились студенты всех вузов города и края – всего 6 тысяч человек. Телемост объединил студентов со всей страны. Из 40 городов приняли участие в этой масштабной акции. Добрый вечер, Барнаул! Привет, Максвад! Привет, Россия! Сегодня Алтайский край отмечает 80 лет, а его столица, город Барнаул, 280 лет со дня образования. Барнаул – старинный сибирский город, центр горно-заводской промышленности России 18-19 столетий. Барнаул входит в 20 самых многочисленных городов России. Здесь обучается свыше 30 тысяч студентов. В этот день все первокурсники России дали клятву. Мы, первокурсники, вступая в ряды российского студенчества, торжественно клянемся быть верными единому духу студенческого братства. Клянемся! С достоинством нести звание студентов в своей «Альма-Матер», не жалея сил и времени на постижение науки, получение глубоких и всесторонних знаний. Клянемся! Клянемся! Использовать полученные профессиональные навыки и опыт для укрепления могущества и процветания России. Клянемся! Клянемся! Укреплять интернациональную дружбу молодежи, бороться с любыми проявлениями национальной, расовой и религиозной нетерпимости. Клянемся! Ну а сейчас, друзья, три раза нужно будет крикнуть «клянемся». Клянемся заботиться о сохранении и приумножении традиций российского студенчества. Клянемся! 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 То, что я поступил в Политехнический университет Полтайского края, я очень рад этому. То, что я родился именно в Барнауле, и такой вуз для меня даст возможности в будущем. И сегодня то, что мы пришли на парад, для меня это действительно большая честь данного, как представить свой вуз. И то, что я сейчас тут нахожусь, для меня гордость внутри меня прям... И у меня нет слов это описать, действительно, это сложно. Но мне очень нравится. Эмоций внутри меня очень много. Танцуют все! В рамках Всероссийского фестиваля дворового спорта в Алтайском крае на стадионе «Лабиринт» прошел большой праздник на встречу спорту. В нем приняли участие школьники различных возрастов, те, кто любит спорт, участвуют в состязаниях дворовых команд, а также занимаются в детских спортивных школах, училищах Олимпийского резерва. Добавим, что праздник проводился в рамках гранта губернатора Алтайского края. Здесь партнерами выступают правительство Алтайского края, администрация города Барнаула, Алтайский государственный технический университет имени Ивана Ивановича Позунова, студенческое правительство технического университета. А грантополучателем является благотворительный фонд «Звездный свет». Праздник будет достаточно интересный, все районы города Барнаула будут участвовать. Кроме того, Барнаульский округ – это районы Алтайского края, Первомайский район, Новоалтайск, ну и ряд районов Алтайского края. Здесь соберутся дети разных возрастов, до 16 лет. И что их ждет? Во-первых, это соревновательная часть, но они будут бороться, все как положено, все эмоции, победы и так далее. Это будет тоже у нас здесь, это будет и мини-футбол, и стритбол, и подтягивания, и отжимания, и так далее, и так далее. Кроме того, будет спортивный праздник. Это для тех ребятишек, которые не участвуют в соревнованиях, но хотят приобщиться к спорту, к здоровому образу жизни. Вот для этих ребятишек студенты студенческого правительства технического университета будут проводить разного рода площадки, эстафеты, подвижные игры и так далее. Все дети получат сладкие призы, ну и также ждут победителей разного рода подарки.